ну наши правила знаете что у нас все записывается вставляется в интернет вы не против проблеме мое чем мы мы же скажите скажите что не против не против никогда с вами общаться это одно удовольствие только так я слушаю да у нас все открыто мы же не враги какие-то а люди на научаются лекарства возим для города вот что хотел сказать вот я вам написал вот это сообщение видели которая по поводу этот я здесь я по поводу этой проклятой долбаной ревности говорю помните вам звонил говорил молитвы читаю псалмы слушаю я не понял что считают молитвы говорю читаю псалмы слушаю ну так что вот башку свою никак не могу этот развернуть в нужном направлении мозг сложно накручиваю короче и еще не раз я в одно и то же место бил как бы сказать вот например касаемо алкоголя того же да или там так сейчас я подойдут подойдут сейчас меня вызывают так я слушаю вас да вот в одно и и побеждал побеждал в этих моментах которых я стремился этот исправиться да слава богу с божьей помощи как говорится не своими силами вот и знаю что здесь я тоже могу одержать победу но благодаря таким учителям как вы как бы лишний раз тоже и пообщаться мне приятно с вами чему-то новому научиться от вас что-то перенять какой-нибудь крупицу знаний от вас вот для меня ценное было бы каждое слово что вы сказали бы да вот могут очень как бы сказать рад был бы если вы мне помогли в этом вопросе моем я понимаю что надо над собой работать что там прекратить самоуважение но это что-то какой-то вот нападок такой второй враг мой вот этот он мне показал истинное лицо моё внутренность мою вот эту гнилую о том что какой я на самом деле не до того как я себя считал таким хорошим прям этот помощником всем тут в городе блин я моя когда у меня баба куча было там миллионами в первом браке у нас бизнес был ты этот самый отошел когда отдел все развелся туда сюда как бы ну тоже грех считается же конечно же я понимаю все это прекрасно перед ним он не смог удержать первый брак и так получается что вот во втором сейчас вот моя моя дерьмо все вырезал наружу и и теперь этот не знаю как с ним правиться периодически душит она меня эта брянь блин проклятая аж прям жить неохота знаете от этого апатия начинается и там мысли все заполнены этим даже на тренировку приду вот боксом занимаюсь да на тренировку приду тренер говорит ты где говорит возвращайся сюда говорит обратно тебя нету здесь я я действительно меня нету здесь потому что этот я все мысли о жене там еще что то ищу еще сейчас смотрите что знаете да вы же говорили да что все связано с духовным позвоночный столб это у нас отвечает за наши как мысли да что то еще как вы говорили там у меня сейчас короче вылезла грыжа еще позвоночная в ногу бьет я благодарю бога за нее конечно же боль такая невыносимая но это мне за мою злость самую ненависть на то что я такой залючи был постоянно всех порчал вот она и все и вылезла все время недовольно ходил теперь все это думаю дело исправить духовной духовной . духовной как-то вот самый что посоветуете мне какой совет мужик упал с 10 этажа пролетает 5 этаж и говорит хорошо посоветуете мне ну вот о чем и речь еще вот такие мужики перед бабами прям расстилаются да слушать даже нехорошо зачем она тебе нужно было обуза такая ну как обуза блин видно может быть как-то или не привык один что ли или чё все-таки 20 лет прожил в браке в первом потом три года один прожил чё там с пацанами посиделки на кухне пьянство блуд короче всякий короче ну сами понимаете да после пивка охота женщину да вот и поэтому получилось так что подвернулась хорошая девчонка которая лас вы только не цензурные слова никогда не говорите здесь никогда не говорите и у нас это абсолютно запрещено ну еще я скажу вам что неправильно там пока себе веру и евангелие живи по слову божьему с какой женой то венщины нет честно сказать нет но она не верующий вообще практически но со мной как бы она этот я дома молитвы читают периодически свечку жгу стараюсь как бы дети смотрят тоже на этот дети маленькие повторяют тоже за мной креститься там квартиру освещая крестным знаменем святой водичкой периодически поливают послушай кто православные веры то никакой нету библию ты считаешь каждый день разве честно сказать не каждый день но периодически вслух читаю библию с женой когда рядом лежим а я говорю да по задействую это самое послушай библию вот она говорит что она иногда мне говорит ну пошли почитаем библию а когда я забываю она где хорошо пошли и начнем читаем слух там я не апостола втанске да вот они летают у меня вон они как ничего не себе они молодые и я их двоих взял малыши вы только что вы лупились они у меня все зиму прожили у меня две голубятни одна в деревне другая здесь краевая газета краевая газета большая статья была заголовок у злого человека голуби не живут я убеждаю я знаю это вон они смотри-ка ты летает видишь чувствует энергетику да а у меня знаете однажды такая ситуация была прям как про иисуса фильм смотрел когда-то вот как-то какая-то а когда зашел на него голубь помните один раз я еду на рассвете такая красота вот картинка стоит у меня перед глазами большое дерево вижу и вижу голубь летит еще так солнце с лучи солнца сходят да как прям в кино какая-то картина вот запомнилась мне такая и голубь прям приземлился посередине дороги и остановился прямо на дороге мне пришлось остановиться ну выйти и я голубя этого отвез там в этот как его зовут голубя короче да там в микрорайоне томата оказывается это голубь когда он выпускает у нас когда свадьбы еще что-то видно заглудился и в том дело просто говорю ситуация именно такая про голубя со мной была однажды я сразу себе возомнил там вот святой дух спустился туда сюда святой едет так там не голубь опустился а дух святой в виде голубя в виде а здесь голубь он в виде голубя есть никакого отношения не имеет тому я никакого совета вам давать не могу потому что вы взрослый человек все знаете молитесь просите у бога прощения поверить что он умер за ваши грехи чтобы он был вашим спасителем катай короткая жизнь чтобы она для бога была посвящена идите в храм божий исповедуйте что священник скажет если крещения настоящего не было у вас или за деньги платили но не действительно надо крещение креститься правильно но раньше в детстве там какие деньги может быть раньше деньги не брал храм когда я в 80 году родился 82 года я по-моему не брали раньше деньги никогда без денег не делали в церкви нет там все бизнес в любой церкви бизнес сплошной а это можно причислять к такой притче когда Иисус пришел в храм и выгонял всех это об этом когда торгаши торгаши были правильно господь не выгоняет это ну торгуют значит Христос это означает что Христос не пришел еще в этот храм не выгнал свечками торгуют да свечи должны быть восковые и не проданы вместе сложились вот у нас купили вылили у нас еще за деньги не делается ни за крещение ни за освещение машин ни комнат ничего нигде не но они же говорят а храм на что должен существовать десятина десятина каждый платит десятую часть десятина десятину платить надо она нам не принадлежит бог приложил десятую часть чтобы своей рукой отдали и все десятину зарплаты вы имеете ввиду ну имеете доходы какой зарплаты у тебя или чего у тебя есть от всякого дохода десятину бог велит так сделать и тогда у нас еще не надо торговли не надо и священник обеспечен а когда маленькие приходы священник работает на двух приходах а свободное время где-то плотничает или еще зарабатывает за рубежом так попутно на работе где-то меня бог познакомил еще знаете с отцом степаном он он в америке находится вот там священник один да созваниваемся периодически вот он говорит как служит там туда интересно просто а есть еще когда я на валам ездил там отца серафима знаете ну их много много серафимов то какой именно нет 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 отец серафим француз он на валаме один вот с ним меня тоже бог познакомил ну их серафимов он не один много и поэтому я не могу знать о ком речь идет на валаме который батюшка там скинь ну все тогда денис я ухожу ухожу уже все а совет совет какой это что я мое совет совет трудись для бога молись сейчас будет пост великий соблюдай посты все я вам материалы все скинул вы чего их не считаете то читаю почему периодически я сейчас вам скину когда пост начинается какой соблюдайте молитесь вставайте раньше ни алкоголя ни табака в рот не брать и с такими людьми которые не капли не капли все бросил ну и вот вы если эту женщину считаете своей женой а больше не меньшиной значит держись за то чтобы повещать у нее трое деток и мы хотим еще ребенка помолитесь за нас помоги господи Катя зовут Катя и Денис ну вот все тогда тогда зайдете с ней вместе и поговорим все до свидания Денис все с богом храни вас Бог